Брещенка Лидия Васильевна Кармаш обратилась в нотариальную контору по вопросам наследства. Этой милой женщине 77 лет, и, конечно, она уже начала задумываться о вопросах наследства. Делить ей что и с кем. За долгие годы жизни список имущества Лидии Васильевны пополнился приличной квартирой и уютной дачей. А претендентов на наследство трое – любимые сыновья и дочь. И для того, чтобы не разбираться во всех тонкостях юридического вопроса самостоятельно, женщина обратилась к экспертам права, которые быстро и досконально могут объяснить все нюансы. Пришла я спросить, нужно ли писать завещание на детей, или оно после моей, как говорится, смерти, оно так все поровну разделится, или писать, или не писать. Нотариусы отмечают, что завещание можно не оформлять в том случае, если вы хотите, чтобы имущество перешло наследователям в равных долях. Если же вы желаете определить, кому и какое имущество достанется, необходимо все правильно оформить, а главное – задокументировать. Наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место в том случае, если не составлено завещание или завещано не все имущество, а какая-то его часть. За оформлением наследства может обратиться гражданин по последнему месту жительства умершего. Последнее место жительства умершего определяется его регистрацией на день смерти. Наследственное дело открывается очень просто. Необходимо подать нотариусу заявление о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Подать его можно либо по почте, либо лично. Срок подачи заявления, то есть открытия наследственного дела, осуществляется в течение шести месяцев со дня смерти гражданина. Если шестимесячный срок пропущен, подтвердить принятие наследства можно фактическим вступлением в наследство. Подтвердить это можно справочкой, которую выдает организация, осуществляющая эксплуатацию и обслуживание жилищного фонда, в которой будет сказано, что наследник и наследодатель проживали совместно на день его смерти, а также в течение шестимесячного срока после смерти наследодателя. После 1 января 2018 года, если гражданин был зарегистрирован в городе Бресте, наследники могут обратиться к любому нотариусу города Бреста для того, чтобы открыть наследственное дело. Выдача свидетельства о праве на наследство осуществляется по истечению шестимесячного срока. Ирина Левчук, Эдарат Бакунович, Олеся Сталярчук, Новости Бреста.